Самара Свой рабочий визит полпредпрезидента России в Приволжском федеральном округе начал с осмотра Курумыча. Пропускная способность нового терминала, он был открыт в феврале 2015-го, почти полторы тысячи пассажиров в час. Оборудовано семь телетрапов и шесть выходов к перронным автобусам. Это позволяет осуществлять посадку сразу на 12 самолетов одновременно. Сейчас идет реконструкция перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы. Из проблем вопросов что есть? С точки зрения финансирования, сроков строительства? Нет, с точки зрения финансирования и наших мыскостей нету. У нас проведена полностью 60% заготовка материала на объекте находится. Остальной материал будет уже подвозиться с колес. Это цемент непосредственно под устройство бетонных покрытий, ну и, соответственно, другой технологический материал. Произведена закупка оборудования, она тоже наставлена на объект. Сейчас в рамках графика с 1.04 начался монтаж уже систем глиссадных курсовых на ИВПП-2. Идет монтажная бригада. К концу июня планируется непосредственно облет уже произведенной второй полосы. За ее безопасность будет отвечать новая аварийно-спасательная станция. Она строится. Губернатор Самарской области отметил, уже сейчас аэропорт признан одним из лучших в Европе. Проект успешно реализован с нуля в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу на основе государственно-частного партнерства. После завершения всех работ аэровокзал получит третью, самую высшую среди региональных аэропортов категорию. В 2018-м от терминала до Самары болельщики и гости города будут передвигаться уже по новой дороге. Она готова почти на 60%. Здесь вот путепровод. Задача стояла до 23 февраля смонтировать одну пролетную захватку в одну сторону. Все выполнили, смонтируем. Вторая сторона будет ввели месяц и готова. Поставка металла в декабре. Сдача в декабре месяц. Инертные материалы готовы, все готово. Пора освещения выстроена в большей степени. На зимние месяцы там уже строительных работ практически не останется. Нет, не будет, не будет. Просто уже вот их хватает. Протяженность дороги составит 4 километра. Почти в 4 раза увеличится пропускная способность новой трассы. Старую тоже приведут в порядок и задействуют в качестве резерва. Комфортно ездить будет и по московскому шоссе. Капитальный ремонт в рамках подготовки к мировому первенству идет на 9-километровом участке. На пересечении с Ракитовским шоссе и проспектом Кирова тоннели почти готовы. Готовимся к заливке фундаментной плиты 9-й секции. Это самая большая валовая работа завершена. Скажем так, заливку планируем на среду. Остаются у нас выравнивающие слои гидроизоляции, защитный слой гидроизоляции. В рамках масштабной реконструкции дорожной сети в районе стадиона строятся две новых дороги. Дальняя и Арена-2018. Их хорошо видно с последнего ряда трибуны сектора Д Самарского стадиона. Как отметил Михаил Викторович Бабич, темпы строительства набраны высокие. Бетонные работы уже на стадии завершения. Идет внутренняя отделка помещений. Утепление, стяжка полов, укладка кафеля, монтаж вентиляции и остекления. Активно идет и монтаж металлоконструкций. Мы будем месяц примерно делать 9-10 консолей. Это в течение двух месяцев, практически двух небольших месяцев, кровля будет полностью завершена. Это самая главная часть работы. Все остальное зависит от того, сколько людей надо. Надо дополнительно 200 человек, чтобы ускорить работу. Будет 200. Надо тысячу дополнительно человек. Будут тысячи. Что касается кровли, металла, это особые работы. И сейчас этот график передвинут почти на 2 месяца вперед. Реально. Почему? Потому что есть силы, есть средства технические, краны установлены. Уже сейчас смонтировано 4,5 тысячи тонн металла. То есть 13 консолей купола полностью установлены. Еще 6 в процессе. Сейчас на объекте задействовано 137 единиц техники и 2300 человек. К концу апреля на площадку доставят еще два тяжеловесных крана и увеличат число специалистов. Идет сейчас увеличение людей еженедельное. И темп примерно прироста человек 50 в неделю. То есть на сегодня мы имеем более 2000 человек. По графику движения рабочей силы уже к маю увеличение будет порядка 500 человек. Это связано с расширением фронтов работ на самом объекте. То есть у нас открывается фронта работ по отделке на первом этаже и на втором этаже. Подготавливается с третьей, с четвертой этажей к отделке. Уже в июне эта технологическая площадка со всеми металлоконструкциями, тяжеловесными кранами уйдет за пределы стадиона. Монтаж купола Самара-арены продолжится с внешней стороны. А здесь начнется обустройство футбольного поля с автополивом и подогревом. Газон будут укреплять инновационным методом с помощью прошивки полимерными нитями. Такое поле называют гибридным. Это позволит повысить износа стойкости и долговечность газона. Особое внимание на объекте уделено вопросам безопасности. Рабочие при входе на стадион пользуются пропускными картами. А посторонним людям нужно получить специальное разрешение от управления ФСБ. По всему периметру площадки круглосуточно ведется видеонаблюдение. Слепых зон нет. Дальность каждой камеры более 30 метров. Установлена система распознавания автомобильных номеров. Данные о каждой машине хранятся несколько месяцев. Предусмотрена система охранного телевидения. 85 камер. 41 периметральная. 6 камер внутреннего телевидения на высотах от 4,5 до 6 метров. Потом система эта она остается? Система не остается, насколько я знаю. Сейчас решается вопрос в Министерстве спорта Российской Федерации, что эта система не остается. То есть проектируется и вводится в эксплуатацию новая система безопасности в рамках проекта. Уже летом начнется благоустройство прилегающей территории. Глава региона пояснил, в этот план включены работы по устройству пешеходных дорожек, парковок и газонов. Вокруг стадиона появятся малые архитектурные формы с подсветкой. На это предусмотрено более полутора миллиардов рублей. Планируется сочетание различных типов цветового решения плитки, асфальтового покрытия. Значит, по самим основным потокам от зоны скоростного трамвая предусматривается полное благоустройство пешеходных основных потоков с обустройством поливного газона и травяного покрытия. Вдоль направления расположатся временные спортивные объекты. К чемпионату появятся футбольные, баскетбольные и теннисные площадки. После мундиаля вокруг стадиона будет сформирован спортивный кластер. Здесь будут и ледовая арена, велотрек и бассейн. И практически сразу после окончания мирового первенства начнется строительство первой очереди Гагарин-центра. Это и моя оценка, и оценка уже тех комиссий, которые здесь работали. На прошлой неделе здесь работала комиссия Министерства спорта, Министерства строительства. Сегодня где-то полностью ликвидировано отставание, где-то сокращено существенно. Мы исходим из того, что к июлю месяцу по всем основным направлениям работ мы войдем в график. И сегодня нет сомнений в том, что Самарская область не просто подготовится к чемпионату мира и встретит его достойно, а получит мощнейший стимул для дальнейшего развития. Десятки миллиардов рублей из федерального бюджета решением главы государства, нашего президента, выложенные сегодня в развитие дорожной инфраструктуры, благоустройства, создание объектов спорта и досуга, которые, да, будут построены к чемпионату, но потом десятки лет будут служить самарцам, для того, чтобы люди получали не просто удовольствие от того, что построено, но и эти объекты являются стимулом для социально-экономического развития, для здорового образа жизни, для того, чтобы Самара действительно была одним из самых благоустроенных городов России. А для этого сегодня в Самаре все есть. В порядок приведут и центр города, включая четвертую очередь набережной, реставрация ладьи, новые лестницы и дорожные покрытия, детская и спортивная площадки, амфитеатр, фонтан, бульвар для прогулок, велосипедные дорожки. Беговые дорожки? Тоже все есть, все присутствует. Значит, как правило, бегают вот здесь вдоль Волги, по бульвару, на протяжении всей набережной. Ну, то есть там же где велосипед? Да, ну, правильно. Велосипед – это узкая зона будет, там где-то двух полотенцев. Она выделяется специально. А это условно 4-5 метров, сплошная, прогулочная. Площадь этой территории более 7 гектаров, протяженность участка около 1 километра. Проект, кроме прочего, включает в себя замену всех инженерных коммуникаций и ремонт подпорной стенки. У нас нет никаких сегодня опасений, что мы что-то не сделаем к чемпионату мира. Наоборот, набережной, например, в планах не было, в тех 82 пунктах, которые утверждало правительство Российской Федерации по подготовке к чемпионату мира. Мы делаем набережную. У нас не было речного вокзала, мы делать будем речной вокзал. Но эти объекты будут не в декабре, не в этом году сдаваться, а будут сдаваться весной, в мае будущего года. Но они будут работать и на чемпионат мира, и на сезон новый, уже новый сезон, новое лето. И ряд других объектов, крупных достаточно, которые тоже будут обязательно построены. В том, что Самара справится с поставленными задачами, никто не сомневается. В регионе пройдут шесть матчей мирового первенства, в том числе и решающий поединок в групповом этапе сборной России. Одна восьмая и четверть финал. В подготовке к чемпионату мира не последняя роль принадлежит общественности. На совещании под председательством полупреда президента в Приложском федеральном округе Михаила Викторовича Бабича обсудили вопросы развития институтов гражданского общества. Важно, чтобы люди активнее участвовали в процессах. Напомню, задачу больше работать с населением поставил президент России Владимир Владимирович Путин. В начале губернатора благодарит полупреда, что местом проведения столь важного совещания стало именно Самара. В России при большинстве структур власти уже существуют общественные советы. Важно сделать так, чтобы к работе они подходили неформально и люди проявляли активность и инициативу. Там, где люди работают добросовестно и честно, они заинтересованы в хорошем альянсе, в хорошем взаимодействии, в должном уровне взаимопонимания с институтами гражданского общества. Потому что это реально живая обратная связь. Это та информация, которой не хватает любому чиновнику, как бы он ни стремился понять, познать то, что на самом деле происходит. Как подчеркнул полупред, кому, как ни людям, работающим на местах, на общественных началах, знать реальное положение дел. Именно по этому принципу и стали выстраивать сотрудничество с населением в Самарской области. Как сказал в своем послании президент нашей страны В.Путин, люди рассчитывают, что им будут обеспечены широкие равные возможности для самореализации, для воплощения в жизнь предпринимательских, творческих, гражданских инициатив. Рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, к свободам, к своему труду. Выполняя поручения главы государства, мы поставили перед собой задачу максимально приблизить власть к людям, соединить местное самоуправление с общественной инициативой. Именно на это была нацелена реформа местного самоуправления. Вертикаль власти должна быть тесно связана с широкой общественностью, жителями каждой улицы, каждого двора и каждого подъезда. Районы Самары территориально большие, многие по количеству населения и квадратных метров обходят даже региональные столицы. Поэтому связь власти и жителей не всегда работает оперативно. Чтобы сократить расстояние, сейчас уже завершается формирование общественных советов. В Самаре их будет 355. Как подтверждение, что люди эту форму сотрудничества оценили, например, масштабное собрание, прошедшее в феврале. Тогда речь шла про благоустройство города. Самарцы готовы активно включиться в работу. Если мы жители хозяева родного города под именем Самары, то хороший хозяин должен сам держать в чистоте и порядке свой дом. С другой стороны, и органы местной власти должны взять на себя заботу об объединении вокруг себя общественной инициативы. Например, жители Кировского района представили 64 проекта по благоустройству дворовых территорий. 24 из них профинансируют уже в этом году. Члены общественных советов будут подписывать акты приема-сдачи всех видов работ по благоустройству территории микрорайона, содержанию, эксплуатации и ремонту многоквартирных домов. Без согласования подрядчик не получит оплаты. Отремонтированные дома после капитального ремонта. На территории нашего района таких 26. Принимать работу после ремонта дома на улице Масленникова, 19, вышли все жители дома. Создать комфортную городскую среду самарцам предлагают вместе и в рамках реализации соответствующей госпрограммы. Каждый житель области может предложить проект благоустройства своего двора. На воплощение этих идей в жизнь только в этом году предусмотрено почти 2 миллиарда рублей. Из них 927 миллионов средств федерального бюджета. Чтобы поучаствовать в проекте, необходимо провести собрание, на котором определить, какие работы нужно выполнить. Установка скамеек, урн, детских площадок, озеленение, освещение или же ремонт дорог. Затем оформить протокол собрания, сформировать заявку и передать в администрацию своего муниципалитета. Очередность проведения работ зависит от активности. Чем раньше будут поданы документы, тем быстрее приведут в порядок двор. Однако ответственность за содержание ляжет на самих жителей. Нужно будет поддерживать чистоту территории. Мы видим настроение самого гражданского общества. Мы видим, что люди стали реально более активны, что они действительно хотят больше принимать участие. В том числе и в структурах общественного контроля. И вот 212 федеральный закон, он дает все возможности, чтобы люди могли самостоятельно применять его на своем. То есть это свой двор, это своя квартира, это на своей работе. Мы это все реально можем сделать. При этом есть еще и проблема. Например, пока недостаточно налажена связь через социальные сети. Над этим еще предстоит работать. Институт общественного контроля должны быть нацелены на созидание. На то, чтобы решить проблему, находить эти решения. Вовлекать в решение этих проблем большое количество людей, которые в этом заинтересованы. И стараться уйти от тех методов и форм работы, которые дестабилизируют ситуацию. Которые несут ущерб как интересам общества, так и интересам конкретных граждан, которые с этой проблемой вышли. Ну и, конечно, очень важно, чтобы экспертами эффективности общественного контроля были сами институты гражданского общества. Пол предпрезидента сделал вывод. Институт общественного контроля в стране состоялся. Но еще есть над чем работать. По итогам совещаний будут выработаны предложения. В Тольятти новые глава города. Выборы проходили по новой схеме. Сначала заявки кандидатов и их программы развития города рассмотрела конкурсная комиссия, сформированная губернатором и городской думой. В нее вошли почетные граждане области, представители рабочих коллективов Автограда, общественники, а позже за претендентов на высший пост Тольятти проголосовали депутаты. В итоге новым городоначальником стал Сергей Анташев. Почему был сделан такой выбор? Что о победителе говорят другие кандидаты? И на что в первую очередь обратит внимание глава города? Проблем, как у любого города, у Тольятти немало. И это пока пыльная стела об этом лишь свидетельствует. Новому главе предстоит строить дороги, заняться благоустройством. Тем более все шансы для преображения города, несмотря на непростую экономическую ситуацию, сейчас есть. Таких возможностей, говорит губернатор на заседании думы, именно здесь принимается окончательное решение. Сейчас нет ни у одного другого города. Миллиарды рублей на развитие по различным программам. На этом этапе должен быть главой города такой человек, который всю свою жизнь посвятит городу. И будет считать это своим главным делом жизни. Здесь и особая экономическая зона, здесь и технопарк Жигалевская долина, здесь частный технопарк, здесь индустриальный парк, частный индустриальный парк, здесь программа подготовки к 50-летию выпуска первой автомашины. По поручению президента страны Владимира Владимировича Путина, говорят, это решение правительство приняло. И сегодня уже и в этом году, в этом году, примерно на 2 миллиарда рублей в рамках этого постановления будет выполнена работа по городу Тольятти. Дальше будет только больше. Десятки миллиардов поступят в Тольятти до 2021 года на строительство социальной инфраструктуры дорог. В планах и мост через Волгу в районе Климовки. Большие возможности открывает и присвоение городу статуса территории опережающего развития. Основным проектом станет создание национального инжинирингового центра. Выборы городоначальника проходят по новой схеме, специально, чтобы приблизить власть к человеку. Эту задачу поставил президент России Владимир Владимирович Путин и сделать деятельность новой администрации максимально подотчетной жителем. Кандидатов на пост главы отбирала конкурсная комиссия, сформированная губернатором Самарской области и Думой Тольятти. Это общественники, представители рабочих коллективов, почетные граждане. О своем желании возглавить второй по увеличению город-региона заявили 19 человек. Каждый кандидат представил комиссии, помимо стандартного набора документов, собственную программу социально-экономического развития города. Уже перед заседанием становится известно, один из кандидатов Дмитрий Борисович Микель взял отвод. Председатель Тольяттинской думы объяснил, сюрприза никакого нет, решение было принято заблаговременно. Я принял решение оставаться на этой должности, работать в команде губернатора, занимая пост председателя думы городского округа Тольятти. И считаю, что на сегодняшний день я буду делать работу более эффективно именно на этой должности. В итоге конкурсная комиссия рекомендовала депутатам две кандидатуры. Заместителя председателя общественной палаты Тольятти, депутата нескольких созывов Гордумы Петра Николаевича Булгакова и директора Самарского фериала ОАО «Энергосбыт плюс» бывшего заместителя главы города Сергея Александровича Анташева. Последнего и поддержало большинство. Со сбранием в новую главу города поздравил экс-мэр. Я поздравляю вас. Я понимаю, что вы знаете, какая это ответственность. Очень большая. Я хочу передать вам дела символично. Папку. Здесь программа 50-ти автоваза. Письма подписаны Николаю Ивановичем, которые нам в этом году прошли по троллейбусам и по другим том, на чем нужно сосредоточиться. По троллейбусам сразу хочу сказать. Вчера мы с министром финансов встретились, нашли деньги и на очередную сессию мы выносим 155 миллионов рублей для Тольятти, на закупку троллейбусов. Закупать предстоит не только троллейбусы. Немало работы в ближайшие годы и в отрасли строительства. Необходимо возвести поликлиники, детские сады, школы. Городу как никогда необходима была именно консолидированная кандидатура человека, способного не только возглавить город, управлять городом, но и отвечать за свой результат. Этой кандидатурой стал при общем голосовании депутатов Думы городского круга Тольятти Сергей Александрович Анташин. Мы достаточно давно его знаем. Знаем его как ранее депутата Думы городского круга Тольятти. Человека открытого, ответственного, человека бескорыстного. Я сам был кандидатом, участвовал в конкурсе и претензий к конкурсу комиссии у меня нету в плане приема, рассмотрения программы. То есть в принципе конкурс комиссии подошла на самом деле к процедуре во всеоружии. Оценивая результаты конкурса, я считаю, что все-таки победил, наверное, сильнейший кандидат, который был представлен на конкурсе. Все вместе, вне зависимости от политических предпочтений, за развитие Тольятти. Члены комиссии отмечают, список кандидатов был обширный, конкурс непростой. На этом этапе нужен человек, который сможет повезти за собой Тольятти. Настало время перемен. Я очень рад, что в Тольятти есть претенденты и достойные люди. Не один человек, слава богу. Я очень благодарен, конечно, Николаю Ивановичу и Виктору Федоровичу за то, что приняли участие, потому что решение было не сразу однозначным. Это не была одна фигура, проголосовали и все. Все высказывали, все говорили. Как отметил губернатор, проблем в Тольятти много. Это, конечно, и дороги, не все в порядке и с благоустройством. Много пыли и грязи. Город необходимо привести в порядок. И делать это будут сообща. Все мы ответственны за то, как будет работать власть в городе. Какие будут результаты. И будем добиваться, чтобы эти результаты были такие, которые бы сразу заметили люди. Уже по итогам этого лета. Предстоит модернизировать и производство. Новый глава обозначил. Проблем не боится. Знак горноначальника, хоть и тяжелый во всех смыслах, но он справится. Не привык к тяжести такой. Спасибо. На добром слове, Дмитрий Борисович. Безусловно, важные задачи перед нами стоят. Еще раз повторюсь. Мы их сможем преодолеть только совместно. Я готов слушать вас и слышать вас. В общем, надо пахать и пахать. Спасибо. Всемирный день авиации и космонавтики отметили на этой неделе. Дата, это 12 апреля, установлена в память о первом полете человека к звездам. Самару по праву называют космической столицей. Именно у нас была сделана та самая ракета, стартовавшая с Байконура 56 лет назад. Именно наш корабль отправился первым с первого в истории российского космодрома «Восточный». Отмечу, что в 2016 году самарскими предприятиями аэрокосмической отрасли выпущены товары и выполнены работ на сумму 56 миллиардов рублей. Темп роста по сравнению с 2015-м более 120%. В театре оперы и балета глава региона поздравил с праздником и вручил награды тем, благодаря кому космос становится ближе. У входа в театр главу региона встречают молодые сотрудники ПАО Кузнецов. Предприятие, у которого число заказов благодаря областной поддержке всего за несколько лет выросло в несколько раз. Губернатору преподносят макет «Белого лебедя». Двигатели для Ту-160 разработали на Самарском заводе. «Свою историю знаем, Николай Иванович. Спасибо вам за поддержку. В нашей отрасли знаем, что хорошо к нам относятся очень-очень». «И стипенденты, стипендиаты». «Аспиранты», да. Есть у нас на предприятии. Здесь, наверное, тоже есть. «Есть и конструктора, которые получают доплату. Есть и токари 6-го разряда, получающие доплату». «Космос» — это настоящее и будущее. Стипендии и премии выплачиваются даже в непростое экономическое время. Все для того, чтобы покорять новые вершины и открывать новые горизонты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космос. Этот день предопределил судьбу Владимира Ивановича Васильева. Сегодня на празднике он в числе награждаемых. 12 апреля 1961 года я был курсантом в армии. И бежал кросс. Была очень отличная погода. Значит, прибегаем к финишу, а никто не встречает на финише. Оркестр где-то гудит там в стороне. И все собрались около репродуктора. Что случилось? Что? Говорит, запустили первого в мире человека в космос. Кто? Наши. А как зовут? Наш, Оренбургский, Гагарин. Школы, в которых в свое время учились Васильев и Гагарин, разделял лишь забор Оренбург, проспект Ленина. Владимир Иванович помнит, как после этого дня с друзьями мастерили ракеты и спичек трубочек расчески. Тогда история закончилась не очень гладко. Прожженная пилотка, но мечте суждено было сбыться. Вот уже 53 года он работает на прогрессе. Сегодня ему присвоено звание заслуженного работника авиационно-космического комплекса Самарской области. Как отметил губернатор, для Самары День космонавтики особый праздник. Именно здесь была сделана та самая ракета, стартовавшая с Байконура 56 лет назад. Именно Самарские союзы различных модификаций уже более полувека составляют основу российской пилотируемой космонавтики. И именно наш корабль отправился первым с первого в истории российского космодрома «Восточный». На мероприятии вспомнили всех, кто ковал победы страны. Минуты молчания почтили память недавно ушедшего из жизни летчика-космонавта Георгия Михайловича Гречко. Самару с праздником поздравляли из разных уголков России и мира. Телеграммы прислали главнокомандующие Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Николаевич Бондарев. Герой России, председатель комитета по обороне Государственной думы Владимир Анатольевич Шаманов. Парламентарий отметил, цитата, «Самарская область имеет к этой великой дате самое непосредственное отношение. Именно с техникой, сделанной в вашем регионе, страна одержала свою главную победу – космическую». Конец цитаты. Я хотела бы поблагодарить свое руководство за столь высокую оценку моего скромного труда. Я хотела бы сказать спасибо Николаю Ивановичу и его команде за то, что так высоко подняли планку и престиж рабочих профессий. И мы имеем сейчас возможность получать такие награды. На сцену с поздравлениями выходит и самарский космонавт. По крайней мере, так всегда называют Олега Кононенко. Хоть и родился в далеком Туркменистане, но себя считает нашим земляком. В свое время работал на «Прогрессе» инженером-конструктором, сейчас руководитель группы космонавтов страны. В этот день он должен был быть в Кремле, но по традиции приехал в Самару. Вообще, внимание к нашему городу у него особое. Он посол Чемпионата мира по футболу от Самары. Вот смотрит, как строится стадион, и говорит, что этот объект можно сравнить с космодромом, особенно с инженерной точки зрения. Последний раз он был здесь в 2016-м, за это время арена сильно выросла. Интересно, нет такой камеры? Знаешь, что сейчас вон он таймлапс снимает. Мы снимаем вот на этом храме, вот на этом. Мы устанавливали телеканал «Губерния», наши коллеги, они устанавливали камеру таймлапс, мы делаем ролики. Мы по-прежнему продолжаем. Да, выкладываем в интернете, а там как идет строительство. Наш телеканал за процессом возведения стадиона от котлована и до сегодняшнего дня наблюдает и днем, и ночью. Изнутри, и снаружи, и с высоты птичьего полета. В рамках проекта «Губерния на высоте». Каждая видеозапись уникальна. Олег Каноненко сказал, посмотрит все. А в следующий полет в космос и сам сфотографирует наш стадион с орбиты. Сейчас на МКС находится Олег Новицкий. Он в этот день также обращается к самарцам. Хотя и по видеозаписи, но не сказать спасибо. Благодаря кому в космосе комфортно и спокойно, просто было нельзя. Космические аппараты Земли уже исследуют новые планеты. И я уверен, недалеко тот день, когда мы начнем создавать базы на Луне и на Марсе. Они все могут, хотя героями себя люди в зале не считают. На самом деле, вами делается великое дело. И мы можем этим гордиться. Сегодня праздновать, отмечать. А завтра снова за работу. Снова вперед. К новым вершинам. К новым целям. А за вами вся область. Если вы так будете двигаться, если так вы будете держать марку, то я уверен, и область, и по большому счету страна обязательно добьется больших успехов. А уже этой осенью тот самый «Белый лебедь», макет которого подарили у входа в театр губернатору, прилетит в Самару. Глава региона сообщил, благодаря ВКС России, День города в сентябре отпразднует масштабно. Состоится авиашоу. На этой неделе ограничили движение по Южному мосту. Он был построен еще в 1974 году, и капитального ремонта основания и бетонных плит за 43 года не было ни разу. Общая длина реконструкции составит 1 километр 200 метров. На время работ полностью перекроют только две полосы движения по направлению из города. Оставшиеся две будут работать на въезд и выезд. При этом большегрузам придется отправиться в объезд. Изменена схема движения и пассажирских автобусов. Отмечу, что все работы выполнят в сжатые сроки. Закончить должны уже к ноябрю. Гарантия на дорожное покрытие составит 5 лет на конструкции 8. Южный мост соединяет железнодорожный район областного центра с Куйбышевским. Это самый удобный способ добраться до нового растущего микрорайона – Южный город. За 43 года эксплуатации на переходе капитального ремонта не было. Меняли только асфальт. Зимой разрушился один из деформационных швов. Его залатали, но откладывать работы больше было нельзя. 12 апреля на двух путепроводах через железнодорожное полотно и реку Самара начали ремонт. Перекрыли две полосы движения по направлению из города. Оставшиеся две будут работать на въезд и выезд. Здесь полностью снимут асфальт и заменят все деформационные швы. Общая длина участка реконструкции – 1 километр 200 метров. Опоры той половины моста, где будет организовано движение, укрепили временными удерживающими конструкциями. Это необходимо для того, чтобы мост не начал разрушаться, потому что нагрузка на одну сторону из-за большого потока машин стала выше. Бетонные основания имеют серьезные повреждения. Их устранят. Все работы подрядчик намерен выполнить в сжатые сроки. Чуть более чем за шесть месяцев. Закончить ремонт должны уже в ноябре. Бетоны будут применяться согласно всем нормам и правилам, которые существуют сейчас в строительстве. Гидрофабизирующие бетоны, те, которые на гранитном щебне, с повышенной прочностью. Будет используется цемент Макфлоу, который увеличивает прочность бетона и скорость схватывания. То есть за счет вот этого еще и будут скрещены сроки. Подрядчик обещает, ям и ухабов после ремонта не будет. Увеличится и пропускная способность. Гарантия на новое дорожное покрытие составит 5 лет. На конструкцию самого моста 8. В течение этого времени организация будет устранять дефекты, если они вдруг возникнут, за счет собственных средств. В последние годы это одно из главных условий контрактов. За качеством следят очень строго. По поручению губернатора, головы городского округа Самара, ведется работа по контролю именно общественниками, администрацией, депутатским корпусом. Если какие-то есть вопросы по именно качеству выполнения работы, они возникают именно в отношении подрядных организаций, которые выполнены с недлежащим качеством. В данном случае, там, либо через обращение в прокуратуру, либо через суд мы добиваемся восстановления, имеющихся разрушений. Дороги должны служить минимум 10 лет и соответствовать всем стандартам. Об этом неоднократно говорил губернатор, в том числе и в своих ежегодных посланиях. При этом необходимо закупать качественные материалы и соблюдать все технологии производства и укладки асфальта, чтобы дороги не таяли каждую весну вместе со снегом. Что касается этого объекта, то в ближайшее время завершится очистка моста, тротуаров и съездов от пыли и мусора. По левой руке у нас здесь будет остановка общественного транспорта. Должны сделать емочный ремонт, провести территорию в соответствии, выставить урны соответствующие. Дальше выход пассажиров планируется через мост, который идет за моей спиной. И с той стороны моста там будут непосредственно стоять перехватные, опять конечные, которые будут забирать людей дальше по направлению. В связи с перекрытием изменилась и схема движения транспорта. Через мост над железной дорогой разрешено ездить только тем машинам, масса которых не превышает 3,5 тонны. Пассажирские перевозки на этом участке дороги тоже ограничили. Теперь жители южного города будут добираться только до этого путепровода, высаживаться на остановке, затем им придется пройти пешком порядка 750 метров. Это займет около 10 минут до остановок на улице промышленности. Их будет 3. В направлении Куйбышевского района будут двигаться автобусы 63, 66, 215 и 26 маршрута. Маршруты следующие из Куйбышевского района будут направляться вот сюда под мостовой перевход. Здесь будут пассажиры выходить, подниматься по лестнице и проходить до ближайшей остановки общественного транспорта, который находится на улице промышленности. Пересадка на такой же маршрут бесплатная. Главное сохранить билет. Дачные маршруты, которые раньше отправлялись со станции «Аврора», перенесены на Хлебную площадь. По такой же схеме организуют перевозки к городским кладбищам и обратно. При необходимости привлекут резервный общественный транспорт. Для удобства горожан дополнительно запустят 7 электричек. С мая заработают речные перевозки. От улицы Флотской до речного вокзала. Отмечу, что в последние годы развитию дорожной инфраструктуры уделяется особое внимание. Если еще несколько лет назад в Самаре ремонтировали по 4 улицы в год, то в этом году в порядок приведут около сотни. Общий дорожный фонд региона – более 21 миллиарда рублей. Временные рамки эфира не позволяют рассказать обо всем подробно, поэтому дальше подборка событий и фактов недели, которые редакция программы «Точки над И» просто не могла упустить из вида. После трагедии в Питере в Самаре усилены меры безопасности. Это касается как и контроля силовиками работы общественного транспорта, так и досмотра легковых автомобилей. Особое внимание общественным местам с большим скоплением людей. Как отметил на заседании антитеррористической комиссии губернатор, сейчас каждый должен понять, терроризм и экстремизм – это не просто абстрактные понятия, а, к сожалению, жестокие реалии. Напомню, в регионе уже не раз правоохранительные органы задерживали сторонников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ изымали и взрывные устройства. Нам необходимо тщательно проанализировать, что сделано и что еще надо сделать для нейтрализации исходящих террористов угроз. Важно работать на опережение, воевлять и пресекать факты подготовки террористических актов. Следует также своевременно реагировать на возможные предпосылки к возникновению конфликтных ситуаций из-за социально-экономических, межнациональных, межконфессиональных противоречий. Очень часто с малого начинается большое и завершается прагедия. По словам губернатора, необходима слаженная работа всех структур власти. Должны быть приняты исчерпывающие, если это необходимо, дополнительные меры для повышения безопасности жителей Самарской области. Отмечу, что на этой неделе около железнодорожного вокзала в Самаре задержали 27-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Под данным оперативников, он принадлежит к агентурному аппарату подразделения «Спецрезерв» Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Предполагается, что молодой человек по заданию начальства проводил разведку на военных и транспортных объектах Донецкой Народной Республики, а также в Ростовской и Самарской областях, фиксируя все на фото и видео. Минобороны Украины отрицает причастность задержанного в Самаре к украинской разведке. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Александра Мутузянника. Однако сам задержанный сейчас дает признательные показания. Я осознавал, что сведения, которые я собираю по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины и передаю им, могли быть использованы для организации и совершения террористических актов на территории Российской Федерации. Командировка в Россию не первая. В конце прошлого года был в Ростовской области. Там на вокзалах фиксировал схемы расположения помещений, в том числе прилегающие территории. Видеокамер, сотрудников охраны и полиции, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах. В марте получил от ГУР задание провести аналогичную работу в Самаре. Формула успеха в доверии инвесторов к власти. Самарская область по итогам прошлого года признана лучшим не столичным регионом страны по уровню развития государственно-частного партнерства. Рейтинг составлен ассоциацией Центра развития ГЧП. Принцип работы, когда бизнес взаимовыгодно сотрудничает с властью. Инвесторы на льготных условиях открывают в городах новые инфраструктурные объекты. Деньги из бюджета на это не выделяют. Сейчас в Самарской области в работе 64 проекта ГЧП. Это развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, объекта здравоохранения, социальной защиты и спорта. Общий объем вне бюджетных инвестиций порядка 58 миллиардов рублей. Уже открыт идеализный центр в Сызрани и клуб по настольному теннису в Самаре. Как отмечают в ассоциации, развитие государственно-частного партнерства в регионах является одним из показателей оценки эффективности губернаторов субъектов страны. В первую очередь проекты ГЧП – это доверие. Это доверие между государством и частным инвестором. Очень важно, чтобы инвестор поверил в те проекты, которые ему предлагает государство, либо сам выходил с частной инициативой для реализации таких достаточно сложных инфраструктурных проектов. Больше всего самарцев волнует вопросы здравоохранения, права на жилье, ЖКХ и окружающей среды. Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области в 2016 году губернатору представил региональный омбудсмен. Ольга Дмитриевна Гольцова рассказала об итогах работы за год. Так, в 2016-м после ремонта была открыта общественная приемная, в которой общественники и адвокаты ежедневно проводят консультации. Аппарат уполномоченного подготовил методическое издание. В брошюре собраны основные вопросы практически по каждой категории граждан. Как не стать обманутым дочником и защитить свои интересы? На что могут рассчитывать дети-сироты? И даже что нужно для условно-досрочного освобождения? Все материалы размещены в открытом доступе. Это вот такая большая работа аппарата уполномоченного без привлечения дополнительных средств и только благодаря той помощи, которую вы нам оказываете на протяжении вот моей уже трехлетней деятельности. Николай Иванович. В завершении встречи был рассмотрен вопрос формирования жилого маневренного фонда. Глава региона подчеркнув, предложение обмундсмена по выбору территории подготовки инфраструктуры будут рассмотрены и поддержаны. Юбилейный форум. Круглая дата. С момента своего создания отметили сразу три ветеранские организации региона. 45 лет Самарскому отделению Российского союза ветеранов. 30 лет областному объединению ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. И 20 лет организации тружеников тыла и ветеранов труда. С приветственной телеграммы к юбилеарам обратился председатель комитета по обороне Госдумы, Герой России Владимир Анатольевич Шаманов. В торжественном собрании принял участие губернатор Самарской области. Он особо подчеркнул значимость работы, которой занимается актив ветеранских организаций региона. Их мнение учитывается при принятии решений по самым важным, слабодневным вопросам. Ветераны входят в состав общественных советов и комиссии, участвуют в заседаниях коллеги различных органов власти. Я хотел бы каждому из вас выразить слова огромной благодарности за вашу работу. На самом деле, без вашего активного участия в мероприятиях невозможно нам устроить правильное взаимодействие в обществе. Вы уудрены опытом. Вы чувствуете намного тоньше все процессы, которые происходят в обществе. Торжественную клятву юно-армейцев перед лицом ветеранов дали учащиеся 108-й и 38-й самарских школ. Знамена новым отрядом вручил герой России генерал армии Александр Иванович Баранов. Самарские управления соцзащиты перешли на усиленный режим работы. В связи с увеличением обращений по предоставлению мер социальной поддержки на оплату ЖКУ увеличено и время, отведенное на прием документов в соответствующих органах. Часы работы указаны на экране. Приемные дни – понедельник, вторник, четверг и пятница. Кроме того, в каждом районе дополнительно введены телефоны горячей линии. Добавлю, что по указанным номерам принимаются только обращения, которые касаются компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг. В срок от 1 до 5 дней специалисты соцзащиты проверяют правильность и полноту начисления компенсации. Пока точки на «Д» расставлены только в этих темах. Дальше больше. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова